В школе, колледже или на курсах начни карьеру IT с компьютерной академии ТОП. Итак, смотрите, введение в объектно-ориентированное программирование, то, что я вам попытался рассказать. То есть мы создаем объект, который решает задачи, в которых много переменных и много-много методов. Слово «много» относительно, может один, может два, может быть сотни. Теперь смотрите, основная парадигма объектно-ориентированного программирования это наличие трех основных понятий. Это инкапсуляция. Давайте расскажу, что это значит. Пока я буду рассказывать на уровне, как будто я рассказываю не программисту, а как бы пользователю, который еще это не знает, не умеет. А потом мы будем эту инкапсуляцию и прочие вещи смотреть более глубоко. Они будут разного метода, разного типа, разного уровня защиты и прочее. Смотрите. В общем, когда в нашей большой программе без использования объектно-ориентированного программирования появилось очень большое количество переменных. У нас начались конфликты. Все переменные были как бы открыты. Ну, например, давайте так сделаем. Представляем себе, что мы не используем базу данных, мы ничего такого не знаем или не используем, и нам нужно описать полностью там 10 тысяч студентов какого-то университета. Вот можете себе представить, каким образом описать их возраст, откуда они приехали, где они учатся, все их оценки, кто их преподаватель, расписание занятий и так далее. Это уму непостижимо. На самом деле можно придумать систему названий переменных, но все равно это можно запутаться, и в конечном итоге потом, сами понимаете, все плохо получится. То есть, как нам сделать так, чтобы я понимал, что Иванов – это Иванов, а дальше у него идет рост, вес, дата рождения, где он учится и так далее. Через запятую. Представляете, я все это перечисляю. Получается, 10 тысяч переменных нужно создавать для веса, роста, откуда он приехал, куда едет, какая специальность оценки и так далее. Да, мы используем массивы, но как быть массивами? То есть, нам придется взять массив стринговый, где все студенты перечислены, потом другой массив, допустим, дата рождения, и мы будем понимать, нулевые все элементы – это все элементы для Иванова, первые элементы для Петрова и так далее. Это бесконечность, которая реально была сложной все это реализовывать. Понятно, все это хранит в базе данных и так далее, но не все программы хранят данные в базе данных или в каких-то файлах. Поэтому это было очень сложно сделать. В итоге решили сделать так. А давайте мы сделаем так, чтобы у нас каждый студент – это был объектом. А внутри него, представляете, именно внутри него, у него написана специальность, его расписание, его оценки и так далее. В итоге здесь просто в программе Иванов. Остальные 500 переменных нет, они у него внутри, ну, типа в животе где-то сидят. Вот. Скажите, это удобно? То есть, иначе как мы перечислим переменных? Их там огромное количество и массивов, и так далее, и так далее. В итоге получается, что у нас в массиве сидят 10 тысяч студентов, а внутри них сидят их данные, где они учатся и зачем, и так далее. Представляете, у нас программа из пяти строк. Вместо описания переменных, которые там могло быть, ну, блин, тысячи строк, скорее всего. В общем, смысл понятен, да? Поэтому первое, что вот здесь написано, да, то есть основа объектно-ориентильная программира – инкапсуляция. Это когда мы все данные засовываем внутрь объекта. И наша программа, она, ну, как сказать, если у студента Иванова внутри него есть переменная А, и у Петрова переменная А, эти переменные друг друга не видят. Это раз. Если эта переменная А есть просто в программе, она тоже не видит те переменные, которые находятся внутри объекта Иванов. Поэтому вот так я напишу. Если мы внутри напишем «инт», «инт», здесь перечислим, например, давайте я русскими как бы напишу, вот так потом переведем. Например, «рост», там, «вес», «вуз», «специальность» какая-нибудь, да, вот так, «спец» и так далее. То есть вот это, если Иванов, вот это Иванов объект, давайте тоже по-английски напишу, и Иванов, а вот это тоже самое, но Петров, то у них вот эти переменные, переменные, смотрите, они друг друга не видят. Давайте это я удалю, вот так вот, напишу «Петров». Вот здесь. То есть получается, вот эти переменные вообще друг друга не видят, потому что они спрятаны, видите? это абсолютно разные переменные, вот этот «рост» и вот этот. И если в самой программе программист напишет такую же переменную и назовет его «рост», то этот «рост» тоже не будет мешать и менять значение переменной, которая внутри нашей программы, вот здесь. Поэтому вот этот процесс как бы называется «энкапсуляция», то есть это скрытие прямого доступа извне, да, то есть переменным. Смотрите, благодаря «энкапсуляции» можно ограничить нежелательный доступ членам класса или защитить их от неправильного использования для тех частей программы, которые существуют вне объекта. Для скрытия компонентов класса используем модификатор доступа «Привет». Ну, тут немножко как бы не так хотелось бы объяснять. На самом деле даже паблик он уже скрывает. Но это тоже, это чуть позже расскажу. То есть пока давайте... Ну, так вот нормальный человек бы не понял. Это я-то понимаю, что это имеется в виду. Вот смотрите. Давайте еще раз запомним. Итак, у Иванова есть у нас переменные, у Петрова есть, они друг другу не мешают, они скрыты внутри данного объекта. Если в программе тоже есть такие переменные, они тоже их не видят. То есть вот этот процесс про «Привет» позже, потому что паблик тоже скрывает, только через модификатор доступа. Значит, в данном случае это что у нас? Скрытие данных. Это инкапсуляция. Вот оно. Теперь такая ситуация. Так как мы разрабатываем все эти интерфейсы, всякие там, ну не знаю, алгоритмы и так далее, бывает такая ситуация, что вы создали, смотрите внимательно, вы сделали вот такой объект. Вот он. Давайте так, в этом объекте, там пускай будет, ну в этом классе точнее, будет, например, 500 строк. Теперь вот этот объект у нас только рисует окна, рисует кнопки там и так далее, но алгоритм не делает пока. То есть просто интерфейс, 500 строк. Теперь один человек говорит, я хочу создать класс, который будет иметь вот эти 500 строк, вот они, смотрите. Интерфейс. Но я хочу его расширить. Давайте как-нибудь, не знаю, расширим сейчас вот так вот. Я хочу, чтобы у меня вот это еще немножко больше было. К этим 500 строкам я еще хочу добавить 200 строк, например, какого-то кода. А другой тоже берет вот эту часть. Давайте его, не знаю, как-нибудь скопирую. И говорит, мне тоже нужен интерфейс. Черт, места нет уже. Сейчас чуть-чуть сюда подвинемся. Вот, он говорит, мне тоже надо вот эти 500 строк, но у меня здесь другой алгоритм. У меня вот здесь не 200 строк, у меня вообще совсем другой. У меня здесь другой код, например, вот здесь я напишу там 120 строк. И теперь ситуация, смотрите, зачем программисту писать, ну разработчику класса писать и здесь, и здесь одинаковый функционал. Чтобы этого не было, это же занимает место, это дополнительные какие-то действия. Разработчик делает так, смотрите. Он создает вот это то, что общее для всех. А потом есть специально, мы будем изучать способ, как сделать наследование. И к этому наследованному классу просто добавлять свои вот эти 200 строк. Например, здесь он строит корабль, а вот здесь он строит самолет. Но эти 500 строк у них одинаковые. Например, запрос материала, цены, там крепления, или там еще чего-то. Да, все абсолютно одинаково. Получается, что у нас вот здесь и здесь не будет 500 строк, а будет команда, которая наследует и расширяет функционал, например, данного объекта, данного класса. Класс, повторюсь, это то, чего еще нет в оперативной памяти. Объект, то, что уже мы создали. То же самое здесь. Инт у нас в оперативной памяти нет. Когда мы пишем Инт АБЦ, то у нас в оперативной памяти создается вот это. Поняли, да? Вот этого нет. Это чертежи все. А вот это уже конкретные живые организмы. Живые или неживые организмы, которые реально существуют. Мы с вами есть, дома есть, если построили дом. У зебра бегать по двору, то есть это объекты. Вот. Поэтому аналогии делают так. Человек, чертеж, ну это как, да, абстракт такая, то есть класс. А уже человек там, Иван, это уже конкретно. Зебра, просто зебра, это ничего. Общее понятие. зебра Тамара, Тамара, это уже реально животное. Поэтому вот это следующий как бы механизм, это наследование. То есть смотрите, концепция наследования позволяет создавать новые классы на базе существующих. Такие классы могут расширять в характеристике базового класса или переопределять существующие. Ну такое тоже есть. Например, у вас здесь какой-то метод, который рассчитывает, например, стоимость проекта. Давайте так. А вот для корабля это один алгоритм, а для, например, самолета другой алгоритм. А все остальные, они одинаковые. Например, вести там материал и так далее. Это все как бы повторяется. А вот сам алгоритм меняется. Тогда что делается? Если данный алгоритм, который рассчитывает стоимость, давайте я его назову здесь прайс, как вот расчет сделать, калькулятор, давайте кальк какой-то, метод есть вот такой. Кальк, который рассчитывает, смотрите, рассчитывает, вот здесь стоимость, да? Вот здесь мы можем не только новое добавить, мы можем даже старое переопределить. То есть мы этот калькулятор здесь если перепишем, а здесь по-другому напишем, тогда мы чисто поменяем алгоритмы уже существующего кода, не только когда мы добавляем. Поэтому здесь таки написано, что такие классы могут расширять характеристики базового класса. То есть смотрите, вот этот, который мышкой показывает, это класс, а для него базовый, это вот который вверху, от которого он наследован. Вот, базового класса или переопределить существующие. Когда говорят характеристики, подразумеваются методы, например, наследование помогает значительно сократить однотипный программный код. Подробнее и так далее чуть позже написано. И последнее, что в ООП у нас существует, на чем основывается, это полиморфизм. Но я в шутку рассказывал при полиморфизме такую ситуацию. Например, человек встретил девушку, она такая классная, женился, она уже другая. Вот у нее полиморфизм. То есть она там видит себя так, дома по-другому и так далее, и так далее. То есть вот то же самое с этими объектами. Они могут себя по-разному вести. Поэтому полиморфизм тут связано с перегруженными понятиями. Ну давайте вкратце прочитаем, тоже это мы посмотрим на примере. То есть от слова полиморфизм, поли, то есть много. Одна и та же функция может себя по-разному вести. Но это на самом деле так кажется. На самом деле там будет несколько функций с одинаковым названием, и разными там переменами или функционалом. Тоже это на примере мы рассмотрим. Значит, преимущество полиморфизма является то, что он помогает снижать сложность программы, разрешая использование одного и того же интерфейса для заданий единого класса действий. Это означает, что объекты классов-наследников можно рассматривать как объект класса родителей, ну и так далее, и так далее. Давайте я вкратце расскажу, иначе будет немножко непонятно. Вот, например, пример. Вот, смотрите, у ряда классов, которые наследуют от класса шев, есть метод дро, как у класса родителя. Каждый конкретный класс переопределяет этот метод для отображения фигуры со своими уникальными характеристиками. Ну, например, один дро рисует прямоугольник, а другой дро рисует треугольник. Смотрите, для прямоугольника мы сюда задаем координаты вершин, например, да, четыре переменные, а для рисования треугольника мы передаем три переменные. Так вот, мы с вами не будем писать два метода типа такого draw3 там или draw rectangle какой-нибудь, мы пишем draw два раза. В первом draw мы пишем три переменные вот здесь и реализуем алгоритм, в другом draw мы делаем четыре переменные и реализуем. А уже человек, то есть программист, который будет пользоваться вашим классом, он читая документацию будет знать, что если draw мы передаем три перемена, он считает там площадь треугольника или рисует, да, рисует треугольник. Если мы передаем draw четыре перемены, он будет рисовать прямоугольник. Это вот так документация. Иначе нам, получается, мы два раза одно и то же сделали, разные функции, а так бы нам пришлось вот этот draw называть по-разному, то есть что-то тут добавлять какое-то слово. И в итоге людям все равно тяжелее запоминать разные слова, когда можно одно запомнить, draw рисует, все, больше ничего не делать. Поэтому вот эти три кита здесь описаны, то есть первое это то, что мы прячем переменные, второе мы можем наследовать, чтобы не писать одно и то же в других классах. Полиморфизм это сделаем так, чтобы у нас получилось так, что есть разные методы, которые по-разному выполняются и визуально это как будто один метод, то есть вот так. Пока на примерах мы это не рассмотрим, нам будет трудно, непонятно и так далее. В общем, вот это очень важные три кита. В C-шарпе еще два добавились, поэтому, я думаю, тут тоже потом рассмотрим. В школе, колледже или на курсах начни карьеру в IT с компьютерной академии ТОП.